Мы не выбираем, с кем жить. Бог выбирает. Если она пойдёт назад, вам надо её принять с условиями. Можно жить раздельно какое-то время, общаться просто. Никто не заставляет вас мучиться. Но надо просто человеку дать шанс. Дать шанс. Если ничего не получится, тогда другое дело. Но дать шанс надо обязательно. Сейчас речь об этом не идёт. Об этом речь начнёт идти где-то через полтора месяца. И до этого времени вам не надо никого сейчас создавать, никакие отношения новые, ничего. Никто не должен быть в вашей жизни. Надо подождать чуть-чуть. Это решается всё с помощью знания. Знание заключается в том, что у вас нет понимания вообще, как с женщинами себя вести. Так как у вас нет, поэтому разницы нет, что это, что другая. Вы как бы навязываете женщине своё мнение, своё понимание. Это бессмысленно. Женщина может послушать мужчину, только если она сама этого захочет. Если ей навязывать, она с ума будет сходить. Он никогда не замечал, что я навязывал. Нет? А что же она нервничала тогда? Почему? Потому что она пыталась навязать в ней своё. А вот так, вот, как ваша судьба здесь подействовала в этом случае. Ну, замечательно. Значит, она сейчас обломалась и будет меняться. Надо ей ставить условия и смотреть, как она будет себя вести. Человек же обламывается, он меняется. Вот она сейчас как бы гневалась, кричала, ругалась, писала письма. Сейчас вот у неё всё прошло. Она увидела, что в отношении с другим человеком ещё хуже. Там никто не собирался её там сильно, как бы, по головке гладить. У неё сейчас всё там развалилось почти уже. Вот. И она начала трезветь. Люди иногда входят в состояние вот такой гордости, слепости внутренней. А сейчас она трезвеет. Она в целом так не хорош, не плохой человек такая. Она просто очень ранимая, чувствительная и, ну, такая взбалмошная. То есть её быстро можно вывести из равновесия. Ну, вы такой же тоже. Быстро выходите из равновесия. Ну, в этом плане вы одинаковые. Вот. Но, как бы, да, в этих отношениях она диктовала вам, пыталась вас сломать. Ну, это же временно всё. То есть сейчас вот она обломалась. Самое время начать хорошую жизнь. Ну, это её выбор. Дайте ей возможность. Если она захочет вернуться, то не мешайте ей. Пускай вернётся. Ну, она чуть-чуть поможет. Помочь даже. Не сейчас, чуть попозже звонить периодически. Через месяц можно позвонить. Как-то дела, там всё нормально. Там поговорить с ней. Если она увидит, добрые слова услышит, она начнёт раскаиваться. А дальше надо ставить условия. Общаться. Объяснять, как я могу с тобой жить, как я не могу. Что мы будем делать, если у нас так не будет получаться. Вот так, если она захочет. Но если... А если в комнате она через месяц собирается, то вообще где-то скандали в массу? Да замечательно. Пусть она собирается всё, что угодно. Если она разрушит полностью отношения, это не ваши проблемы. Я сейчас говорю вам о возможности её возврата. Потому что если эта возможность есть, а вы её отвергнете, тогда не она вас бросила, а вы её. И вы за это потом будете по полной программе отвечать. Понимаете? А вы даже не знаете, что там за программа. Программа очень суровая. Поэтому я вам сейчас говорю, как из этой ситуации выпутаться. Чтобы у вас опасности никакой в жизни не было. Вам надо подождать ещё месяца три где-то её поведение дальше посмотреть, что она будет делать. Потому что все женщины одинаковые. Они какое-то время терпят, потом рубят, потом начинают у них трезветь голова, они понимают, что они сделали глупость. Это одно и то же у всех женщин одинаковое всё. Это надо период подождать, когда потрезвеет, как бы психика отрезвеет у человека. И после этого посмотреть на её поведение. Если она не возвращается назад, то это её выбор, понимаете? Дальше можете свою жизнь жить. Надо три месяца срок поставить просто и всё. Да вы поймите, вот это всё означает просто невоспитанность. Вы можете ставить ей любые условия. Если она на них не соглашается, то до свидания. То есть вам не надо жить с той женщиной, которая была. Вы можете, вот человек сейчас обломался, у него тяжёлый период, вы просто поставьте ей условия. И дальше будет другой человек уже. Люди же меняются. А если она не захочет меняться, это её проблемы. Она сама себя в рамки поставила. Теперь она должна выполнить условия, чтобы вернуться. Продолжение следует...